здравствуйте уважаемые трейдеры сами на связи виталий кухта проект кухта капитал сегодня запишу для вас обзор рынка конкретно сегодня пройдусь только по валютным парам таким как индекс доллара евро доллар фунт доллар канадский доллар сегодня должна была быть запланирована битва аналитиков в артем они получилось поэтому я решил сделать такой апдейт своего видения на рынке до валютном записываю данный обзор с такой с таким подходом что меня терзают смутные сомнения как говорил один герой иван васильевич до известных фильмов потому что кто смотрел мои предыдущие обзоры да то есть я по индексу доллара рассчитывал на какую-то коррекцию она была потом я думал что она закончилась но сейчас у меня вот вот реально вот эти есть сомнения по поводу закончилась ли эта коррекция или она продлится по индексу доллара то есть вниз и потом наверх я сейчас покажу графики рынок я всегда так скажем анализирую с точки зрения модельного анализа то есть такой скажем свой авторский price action инструментов да и иногда на рынках есть красивые моменты когда что-то сформировалось да вот в эти моменты стоит торговать когда на рынке рынок в движении формирует какие-то моменты его можно торговать но это очень рискованно но в принципе как раз вот об этом мы сегодня поговорим в обзоре потому что на рынке сейчас такие сложные сложные движения и как бы и по тренду возможно торговать но и напрашиваются коррекционные движения здесь трейдер выбирает на на свое усмотрение как и как этому подходить если он условно там шортит индекс доллара то в принципе для него эти моменты будут интересны если он среднесрочный трейдер для него вот вот эти моменты будут скажем подходить поэтому сегодня я записываю обзор завтра у меня по плану должен быть должно быть очередное интервью напоминаю на своем youtube канале я планирую на публиковать интервью видео интервью с трейдерами известными прошлый раз я записал мне есть на youtube канале с евгением халепой на этой неделе на гость тоже будет интересно и думаю большинство его знают и в дальнейшем я буду выбирать трейдеров ну кто кто согласится взять и планирую сделать такой блок больших блок интервью известных трейдеров с каждого что-то можно взять интересные какие-то мысли потому что я сам много лично смотрел интервью и мне это интересно смотреть да но те кто брал интервью трейдеров но они там записывали несколько кто-то там 2 3 кто-то 5 кто-то я планирую очень огромное количество записать чтобы было какой сборник интервью трейдеров да там с разными подходами кто-то фундаментальный кто-то свои авторские стратегии кто-то еще там какие-то волны и так далее то есть я думаю что получится если у вас будут какие-то пожелания в кого взять интервью пишите в комментариях я обязательно себе поставлю на свой чек-лист и скажем я не просто беру интервью я этого человека как бы кого-то знаю заочно кого-то очно кого-то смотрю то есть понимаю о чем чем этот трейдер говорит ну еще на но под конец недели я думал записать также обучающий ролик по поводу по поводу рынка криптовалют напоминаю в прошлых обзорах я советовал bitcoin эфир и другие монеты только шортить и они очень красиво отработались я по поводу этого запишу для тех кто торгует именно криптовалюта будет интересно но давайте непосредственно перейдем к рынку на по рынку что я могу сказать смотрите это касается индекса доллара и в принципе и других инструментов но другие инструменты я рассмотреть не буду сегодня только индекс доллара и несколько валютных пар и так напоминаю что последние несколько месяцев я в своих прогнозах говорил что среднесрочная жду евро доллар ждал в районе 105 106 105 мы сделали и дальше езду жду 106 но перед тем как сделать 106 я думаю что в индекса доллара есть есть сценарии того что мы можем более глубоко откатить вот если взять вот этот импульс который у нас был вот в начале так скажем в конце прям августа 31 августа и по 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 7 сентября у нас прошел достаточно хороший импульс и в этом импульсе я думаю что индекс доллара он сделал небольшую коррекцию вчера но возможно она закончилась я этого не отрицаю и скажем не утверждаю на сто процентов и мы продолжим дальше двигаться к среднесрочным целям на сто шесть но у меня есть скажем видение того что где-то на процентов 65 у нас есть вероятность развития более глубокой коррекции ну вплоть до уровня там 104 возможно сто три с половиной да не исключаю что это будет более сильное движение но если кто работает спекулятивно по индексу доллара это в принципе можно набирать черты они еще не подтверждены в моменте их можно брать я бы подождал конечно как сегодня дневки закроются если мы сегодня не улетим вниз то завтра у нас получается среда у нас большой блок статистики по инфляции сша да и на этой инфляции там аналитики ожидают что она вырасти да там 36 процентов возможно какие-то будут сюрпризы по базовой инфляции она не изменится или там еще какие-то внутренние расклады структуры по этой инфляции и как-то это повлияет или просто будут инфляция может вырасти но скажем рынок пойдет другую сторону то есть вот таком формате поэтому по индексу доллара жду как сегодня дневка закроется у меня есть спекулятивная сделка на шорт еще по евро доллару я думаю что я за ней буду очень внимательно следить конечно если успею там небольшой стоп лосс если успею там и рынок покажет мне что-то интересное потому что на текущий момент индекс доллара шортить сложно так как у нас может сегодня день там улететь и переписать максимум и скажем в таком ключе но рискованно я высказал свое мнение то же самое как я уже сказал индекс доллара по евро доллару повторюсь у нас получается евро доллар аналогично у нас импульс уровня где условно 109 50 на 106 80 то есть здесь две фигуры 200 пунктов вниз и нас практически для такого большого импульса нет хорошей коррекции она произошла но она слишком маленькая то есть она в принципе ушла в область 107 80 я быть об этой зоне сопротивления говорил что прошлых своих обзорах что мы можем сюда скорректироваться отсюда отбиться как видим есть реакция но если мы сегодня закроемся с таким поджатием то скорее всего с такой долей вероятности 60 плюс процентов 65 у нас коррекция может затянуться вплоть до уровня 108 108 50 возможно для кого-то это небольшое движение да то есть это для разных трейдеров кто-то просто может себе спокойно как я говорил набирать черты по евро доллару потом она выше добавляться но это все в моменте то есть это можно попасть на какой-то такой ловушку и уйти сильно по евро доллару поэтому то что в большинстве случаев обзора говорю это на опережение не не подтверждено ничем да на рынке всегда нужно подтверждать какие-то моменты то есть кто меня понимает понимают мои ученики чем я говорю потому что допустим вот пример вот в конце августа евро доллар скорректировался достаточно глубоко два дня такие здесь практически 150 пунктов даже почти 200 вот если брать с минимума достаточно глубоко здесь можно если кто торгует большим объемом можно достаточно сильный убыток получить да были коррекции вот в данном формате вот условно где-то в двадцатых числах августа здесь небольшая коррекция она напоминает только вот сегодняшнюю коррекцию вот посмотрите тоже был откат здесь здесь у нас два дня отката здесь один день отката потом вынос локальных максимумов и мы уходим на на обновление минимума вот если мы сегодня не уйдем на обновление минимума то у нас есть шанс даже кто меня понимает здесь есть такое небольшое параболическое закругление наверх оно маленькое то есть оно не огромное ненадежное но оно присутствует к чему это я говорю такие рассуждения чтобы вы понимали есть кто-то там упорно шортит евро доллар есть кто-то упорно сильно так настойчиво так скажем покупает его есть кто-то я знаю трейдеры там индекс доллара этот шортят там и так далее то есть крынку нужно очень аккуратно подходить динамично смотреть что он рисует рисует ли он какие-то изменения и так далее дальше дальше фунт доллар здесь картинка аналогичная у нас фунт доллар сделал импульс с 127 50 на 124 50 300 пунктов мы сделали да у меня есть ученики которые его здесь шортили я в принципе своих обзорах тоже это говорил и на текущий момент у нас коррекция произошла как и по евро реально к зеркальному уровню здесь 125 50 мы вчера показали реакцию но здесь аналогично присутствует вариант что у нас возможно более глубокая коррекция и не исключаю что-то еще там возможно более сильное движение наверх к этому нужно быть готовым или может быть такое что это будет все завтра на новостях таки в всплеск наверх и там уже на и cb вниз короче к этому нужно вот так подходить вот если прям рискованно то в принципе евро доллар фунт доллар можно купить вот к чему я веду тот же канадский доллар смотрите какую коррекцию сделал последние два дня а здесь аналогично намечается какое-то более глубокое коррекционное движение то есть у него уже нету сил идти наверх конечно это мы все обсуждаем против сильных трендов это нужно понимать такие штуки могут ломаться но у меня есть видение что мы немножко можем скорректироваться более глубоко это касается и других инструментов там допустим и фондовых индексов и металлов и так далее если это сегодня все разбирать не буду я это обсудил со своими учениками некоторые моменты дал им наводку кто понимает о чем я говорю вот так в принципе 34 инструмента я обсудил то есть основной это индекс доллара то есть я свою мысль высказал еще раз напоминаю что на рынке есть хорошие моменты когда сформирована красивая модель на рынке сейчас этого нету у нас есть предпосылки к этому что возможно вот такие движения то есть как я уже сказал такое высказание меня терзают смутные сомнения по поводу дальнейшего роста по индексу доллара поэтому есть вариант коррекционное движение это касается и других инструментов это мы учитываем на этом все кто-то досмотрел до конца потому что введение у нас было условно по я сделал анонсы по поводу битвы аналитиков следующих обзоров и так далее то есть кто досмотрел молодцы кого будут возникать какие-то вопросы пишите напоминаю в комментариях по поводу кого бы вы хотели видеть в интервью интервью будут нестандартные с точки зрения трейдеров не просто там какие-то такие попытаюсь ну конечно зависит от трейдеров хотят ли они быть какие-то более конкретно отвечать на вопросы и так далее будут как какие-то конкретные вопросы еще по поводу обучения закрытого канала про сигнал спешите ссылочка будет под видео также будет пишите комментарии я также буду писать комментарии высказывайте свое мнение то есть общаемся всем спасибо до следующего обзора пока 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 пока